шалом равдавит равдавит я всегда слежу за вашими уроками и один из последних уроков где вы напоминаете о том что мы считаем 49 дней до живота от песоха где вы рассказываете что мы каждый день исправляем качество новое себе ну понятно это очень сложно радует как можно за один день исправить качество характера спасибо за интересный вопрос существует два вида качеств есть качество характера то чтобы спрашивать и конечно невозможно за один день исправить сферата говорится про про качество вот и 49 уровней нечистоты то есть 49 заслонов между нами и всевышним то есть даже когда мы многие вещи понимаем что вода бога жизнь от бога свет от бога тепло от бога и и все остальное тоже его нам кажется мы можем решить это своими какими-то путями с помощью протекции с помощью каких-то связи каких-то навыков это то что происходило в египте они владели черной магией колдовством и многие вещи могли добиться добиться сами без как как будто без бога и качество имеется ввиду увидеть качество всевышнего что он управляет и что без не все остальное только каналы через которые это проходит то есть 49 качеств имеется до 49 атрибутов управления всевышним этим миром и надо эти заслоны убирать уметь увидеть что и и вода всевышнего суд и хэсет идейный все все эти качества которые есть они от всевышнего и настроиться на на связь с ним через это и тогда можем от него в 50 день получить торм вы спрашиваете другой вопрос качество человека например четко человек гневливый лень жадность да отрицательные качества которые хотите исправить их конечно невозможно исправить за один день и я вам приведу если хотите интересную интересный пример из есть такой трактат в элосском талмуде баба батра и там есть разные агадот иносказания которые в которых спрятаны разные тайны интересные том числе раби нахман и бреслова он сказал что моя главная задача для чего спустился в этот мир чтобы объяснить эти иносказания привести на практику чтобы у нас были как на практике использовать эти все аллегории которые в этом трактате да и вот допустим у них такая книга ликутэй муаран где он любой любой свою статью он начинает то что он приводит отрывок вот эту вот эту а году на это насказание он начинает его всю статью объяснять и есть много разных комментариев на эту тему я приведу один пример очень 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 интересная мысль про качество значит рассказом так что говорит один моряк то как-то раз я плыл по морю и увидел корабль там написано на армейском языке я вам сразу говорю перевод на русский как-то раз я плыл на корабле и увидел как проплывает корабль и он плыл по большой рыбе от одного плавника другому и он плыл три дня и три ночи этот корабль да мы плыли по течению а он проплывал против течения и у него это взяло три дня и три ночи и спросили у этого река у этого река спросили а может быть корабль был неисправный что он так долго плыл да ответил моряк нет я видел как один человек с этого корабля до этого до плавания выстрелил стрелу на берег и корабль обогнал свою же стрелу а еще говорит я видел как этот корабль проплывает 60 парса от пока другой человек греет воду на огне нагревать себе воду кипятит вот такая странная история что это значит да и объясняет что как корабль это это тело человека вот так же как как корабль попал как человек не может плыть по морю без корабля также и душа человека в этом мире не может жить без тела в принципе у нас как бы главное это это душа это вот духовная жизнь но душа ничего не может в этом дело в этом мире без тела сделать поэтому все заповеди которые у нас есть они относится именно к телу да одеть филин цицит там брахот и все остальное это все связанное с телом потому что душа она духовная но но она без тела не может да и вот и мы наша служба всевышнего это вместе душа вместе с телом через тело так вот что 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 это и рассказание значит этот корабль до которые до плывет мы видим что он обгоняет свою стрелу это значит что он очень целеустремленный то есть он все время идет к цели и даже свою стрелу то есть он помог по максимуму стремится к цели не на право не налево не поворачивает идет быстро что то что он успевает пройти 60 парса от пока другой человек успевает скипятить горячую воду означает что он максимально умный 60 парса от 60 трактатов которые есть в вилонском достижение а у этого достижения он очень умный он можно это время проанализировать все 60 трактатов и к цели максимально идет и очень умный 60 трактатов и все равно ему нужно три дня и три ночи от одного плавника доплыть до другого то есть чтобы исправить качество то поменять одно качество это отрезки жизни плавники ну да отрезки жизни отойти к одного качества к другому поменять свое качество да нужно три дня и три ночи да почему во первых он течет он он плывет против течения потому что изменить человек который привык гневаться это определенная реакция которая у него выработалась годами да сейчас решили не гневаться да человек жадный это привычка отношения к деньгам это не то что он сейчас подумает о я все перестану быть жадным прочитал в книге быть жадным плохо все я не буду жадным я не буду гневаться да я буду рада вставать теперь все это не пойдет так ему нужно плыть против течения потому что природа его уже требует это поведение она у него выходит из подсознания автоматически да поэтому ему нужно плыть против течения как бы против своей воли ну да против своих желаний против своих привычек ему нужно чтобы поменять против течения ему нужно время хотя бы три дня и три ночи это это аллегория на то что нужно почему время вот так делится которое на три потому что нужно во первых отойти понять почему плохое качество которое хочу изменить а то есть нужно время отойти от того поведения потом нужно время понять когда правильно себя вести то есть нужно выучить научиться и понять как я хотел бы себя вести а потом уже еще вот это переходное время от одного к другому да то есть поэтому аллегория это три дня и три ночи да то есть нужно столько времени чтобы эту привычку исправить да нужно отойти нужно понять как должно быть нужно отойти не делать как как неправильно и нужен правильный переход да у которой который написан тоже в книгах как правильно переходить от одного поведение в другом уже если человек будет резко какие-то вещи шаги делать не обдуманно он только проиграет от этом аллегория на то что легче выучить много трактатов и добиться каких-то целей чем изменить свое качество потому что во первых нужно терпение и время умение это правильно делать потому что нужно много думать как и что и куда дойти и второе нужно уметь плыть против течения нужно сила воли нужно работать над собой не сломаться по дороге и тут вы правы да это ответ на ваш вопрос что очень сложная очень сложная вещь и и каждый из нас должен понимать это и и не думать что я сейчас прочитаю какую-то мысль и все завтрашнего дня будет делать по-другому а именно подходить к этому серьезно обдуманно и с терпением продвигаться иногда мелкими шагами но правильно нас идет правильный слава богу у нас есть тора который нас учит как правильно у нас есть раввина у нас есть щеля у нас есть книги я всем желаю конечно работать над своими качествами и скоро времени в шаббат получить тору который поможет нам еще лучше исправить наши качества уважаемый равдовит спасибо большое за такой развернутый интересный ответ до скорых встреч всего хорошего бут